Борис Березовский В 1985-м поступил в Московскую консерваторию по классу фортепиано. Уже через три года с большим успехом дебютировал в Лондоне Вигмар Холли. Британская газета «Таймс» назвала пианиста многообещающим исполнителем, обладающим поразительной виртуозностью и мощью. Еще через год музыкант выступил во Франции в концертном зале Лувра в Париже. В 1990-м Борис завоевал первую премию – золотую медаль на 9-м международном конкурсе имени Чайковского. Участие в конкурсе совпало с выпускными экзаменами в консерватории, поэтому получить диплом ему так и не удалось. В 1991-м пианист Березовский уехал за границу. Долгое время жил в Лондоне, затем в Брюсселе. Он свободно говорит на английском и французском языках. Он гастролирует по всему миру и играет с лучшими музыкальными коллективами, среди которых филармонические оркестры Лондона, Мюнхена и Нью-Йорка, Швеция и Япония, Национальный оркестр Франции, Российский национальный оркестр и другие. Выступления музыканта проходят под управлением Курта Мазура, Шарля Дитюа, Вольфган Газзаваль, Ша Антонио Папана, Юрия Башмета, Дмитрия Лиса и многих других известных дирижеров. Березовский дает сольные концерты в таких прославленных музыкальных центрах, как Берлинская филармония, Амстердамский концерт Гебау, Лондонский Royal Festival Hall, Парижские театры Елисейских полей, Венский концерт Хаус. В начале апреля Борис Березовский побывал в Екатеринбурге на открытии второго фестиваля «Березовский фест». Свой собственный музыкальный фестиваль он презентовал в Свердловской филармонии полтора года назад. Березовский – фаворит Уральского филармонического оркестра. Они уже 10 лет вместе гастролируют по миру и играют в лучших зарубежных залах. На этот раз проект был посвящен венгерской и румынской музыке. В нем приняли участие известные музыканты из разных стран. Музыкант считает себя идеалистом, на свои деньги устраивает международные фестивали, хочет и играть, и жить так, чтобы самому было приятно. Сыграть все пять фортепианных концертов Бетховена за один вечер, а концерт Мусоргского – в атмосфере квартирника. Так что он всегда готов к творческим экспериментам. Пианист почти 20 лет жил в Европе, а совсем недавно все-таки вернулся на родину – в Москву. Борис женат, у него трое детей, две дочери и сын. Старшая дочь Евелина Березовская – пианистка. – Борис, здравствуйте. – Здравствуйте. – Не могу не спросить, наверное, все сейчас про это вас спрашивают, про ваше возвращение вообще в Россию. Вы много лет жили в Лондоне, жили в Бельгии. И когда про вас пишут, что обычно российский, британский, бельгийский пианист, вот так вот говорят. Сейчас вы вернулись в Москву. Почему? Ну, потому что я в какой-то момент понял, что нужно жить там, где ты родился. И к тому же мне, действительно, я очень люблю русскую культуру. Я считаю, что это одна из величайших культур мира. И, конечно, жить в стране, в которой это все создавалось, это гораздо приятнее. И к тому же, все-таки языковые проблемы, как бы хорошо я ни говорил по-английски или по-французски, все равно это не то, чтобы не ломать себе остатки мозгов. Тем более, что сейчас в России жить довольно комфортно. И когда я уезжал, это была совершенно другая страна. Это был 91-й же тогда год? Да, тогда все вообще непонятно, что происходило. А сейчас понятно? Сейчас более-менее дальше. Я думаю, что сейчас уже все понятно. Вы имеете в виду, не знаю, в политическом смысле, в экономическом смысле, вы имеете в виду такие страны? Нет, ну, Россия всегда как-то идет вот так. То зажимается, то приоткрывается. Это вот у нас такая вот история. Сейчас идет период такого некоторого зажима. Потом снова отпустят. Ну, в общем, все-все вот так. Так идет эти волны политические. Меня это мало волнует, потому что я занимаюсь своим делом. И то, что там происходит в политике, это как бы меня меньше волнует. Но я хочу сказать, что, конечно, определенное давление на средства массовой информации есть. Они меня немного беспокоят. И я, в общем, всегда буду все равно высказывать свое личное мнение по любому вопросу, о котором вы меня можете спросить. Но, конечно, то, что сейчас происходит, когда увольняют человека за то, что он там не поддерживает определенную политическую акцию или ситуацию, это так не должно быть, как уволили профессора, по-моему, МГИМО. Вот это недопустимо. Вы это уже сказали, что в 91-м году страна была другая. Можно ли в нескольких словах, если так попробовать сформулировать, какая? Ну, это такая встряска очередная, очень сильный был период, когда все рушилось, все понятия. Ведь люди живут в определенной системе политической. И потом это все рушится. То есть какая-то встряска для общества невероятная. И 91-й год, когда поменялось, все перешло на новые отношения. Пропустил поезд. Тогда у меня были деньги, я мог купить в центре Москвы пять квартир. Что я сейчас не могу себе позволить даже одной купить, потому что так выросли цены. Но никто не знал, все боялись в тот момент. Помню, когда мне предложили купить пять квартир, я думал, сейчас коммунисты снова вернутся, отберут все. И вот эти все закончатся. Я могу сказать, что я, конечно, как гражданин своей страны, я счастлива, что великие музыканты, они обратно возвращаются в нашу страну. Я очень хочу реально понимать, почему это происходит. Или наоборот, почему они уезжают. В вашем случае это, конечно, такой очень важный момент. Ну, вот я так почувствовал, что мне сейчас, на данном этапе моей жизни и карьеры и всего прочего, интереснее и удобнее и комфортнее жить здесь. А у вас какой сейчас паспорт? У меня английский и русский. А ваша семья, она тоже переехала вместе с вами? Они очень легкие на подъем. Это все равно интересные такие перемещения. Но я надеюсь, что это уже, так сказать, окончательное, что я никуда не уеду. Ваша старшая дочь, она тоже пианист. Вообще, вот насколько музыкальное воспитание, образование – это вообще важный элемент воспитания в целом? Я считаю, что все должно быть естественно. Например, дочка сразу была, видно, что она очень музыкальная. Это видно буквально с годика, даже раньше. С годика? Я думаю, что талант родителей именно в том, чтобы распознать, к чему тянет ребенка. И я не заставляю сына заниматься ни на скрипке, ни ничем, потому что в жизни столько много интересных профессий. Как бы совершенно необязательно заниматься музыкой. Эвелина, она уже взрослая, на самом деле, дама. Наверное, это гордо вам, как отсуществление, в общем, продолжает ваше путешествие? Она потрясающе, ее обожаю. Она, кстати, англичанка. Она выросла в Англии, и она даже мне говорила, пап, может, я перееду тоже в Россию? Я говорю, не надо. Потому что для тебя это страна родная. То есть ты уже выросла, у тебя все там, и детство, и друзья, и вообще все. Поэтому тебе как бы нет смысла абсолютно. Все равно это для тебя уже будет чужой страной, несмотря ни на что. Что сейчас для вас самое, не знаю, важное и главное? Из творческих, конечно, развития этого фестиваля сейчас будет в Москве. Должен состояться в ноябре с английской темой. Там будет английская, шотландская, ирландская и русская. Что касается всего остального, ну, естественно, там семья и здоровье. А вот мне вот интересно, сколько там, не знаю, классические, например, ну, я знаю, там, журналистская тусовка, они друг с другом все дружат, но общаются или даже, может быть, если не дружат. Насколько это касается, например, там, музыкантов, работающих в классическом музыканте, Мацуев, Башмидт. Есть такой вот кружок, что вы действительно общаетесь, пересекаетесь, или это только на концертах в гармонии? В основном на концертах и в гармонии, конечно, потому что... Все мотаются, все куда-то летают. Время от времени там, действительно, вот как вместе сыграешь концерт, вот и встретился. А так, так редко. Ну, у меня очень хорошее отношение с Александром Владимировичем Чайковским, он дерево-друг Московской филармонии. Вот, и я его обожаю как музыканта, и как композитор, и как человека, и мы часто очень встречаемся. Вот, а так, для дружбы со всеми, сами понимаете, времени нет ни у кого. Спасибо вам большое. Спасибо. Я желаю вам сегодня удачи на фестивале в Екатеринбурге. Я надеюсь, что вы неоднократно еще к нам вернетесь. Да. Спасибо. 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 Спасибо.